Но торжество в Ингушетии уже может возглавить список самых громких свадеб. Детали этой семейной драмы сейчас все горячо обсуждают. Мать двоих детей сообщила мужу, что ей нужно срочно уехать к заболевшей родственнице, а сама направилась на собственную свадьбу, где уже в роли переодетой невесты вновь пошла под венец. Два шокированных супруга, недоумение гостей и грандиозный скандал. Мурат Магомедов решил проверить, насколько правдива эта история и отправился к ее героям. Если на Кавказе есть многоженство, почему нет многомужества, решила вот эта девушка и стала первой, кто женил на себе двух мужчин. Невероятная история произошла в маленьком ингушском селе Плиева. Здесь замужняя дама, у которой двое детей разыграло настоящий свадебный спектакль. Сотни людей оказались обмануты. Жених остался без невесты. Разрушены две семьи. Мы специально приехали в поселок, чтобы выяснить, было ли это на самом деле. Ну просто кто-то говорит, что это фейк, это неправда. Это правда. Нам удалось найти и дом этой девушки, но дверь никто не открыл. Будучи в браке, девушка захотела взять себе второго мужа. Выбор пал на друга супруга. Первый муж ей не подозревал о планах любимой. Она рассказала, что у нее есть подруга, очень похожая на нее, что сирота безродни, которая хочет замуж, предложила супругу познакомить ее с другом и передала свой же тайный телефонный номер. Потом несколько месяцев переписывалась с товарищем мужа. Прежде они никогда не виделись. В итоге дошло до свадьбы. Чтобы стать невестой уже во второй раз в своей жизни, ей пришлось обмануть всех родственников. Сказала, что уехала к больной тете. Сама же в это время надела хиджаб, голубые линзы, увеличила губы и приехала к своему новому жениху. При этом на свадьбе сидит ее первый муж и вся его родня. Девушка уже тогда была в шаге от провала. Муж смотрит и думает, как ты же похожа на мою жену и в шоке стоит. И тут ее Марнан вышла и сказала, как же она похожа на нашу невесту. И двое этих детей подбежали к ней, мама, мама кричат. И она такая, оттолкнула их. Однако вечером настоящий муж решил связаться со своей супругой. Но он не смог. Она пропала, но звонки не отвечает. Артистку разоблачила ее родная сестра. В итоге этот курьезный брак не продлился и суток. Девушку вернули в отчий дом. Если человек ненормальный, от него можно что угодно рождать. Это большой позор. Как можно такое делать? Когда муж есть, дети есть, что ей не хватает? После того, как история разошлась по всей республике, трое участников этого кавказского любовного многоугольника не выдержали позора и пропали бесследно. Теперь все гадают, для чего девушка все это затеяла. Мотив пока неизвестен. Есть разные версии. Одни считают, что из-за денег и колыма. Другие говорят о шизофрении и раздвоении личности. Большинство все же полагает, что это любовь, от которой сходят с ума. Мурат Магомедов, Рамзан Рашидов, Нариман Алибегов. Известие специально для РЕН-ТВ.